Взгляд со стороны инвестора Здравствуйте, Александр. Дмитрий, расскажите немного о себе. Нашим зрителям будет очень интересно послушать о этапах вашего карьерного пути. Я начал работать в середине 90-х годов, учащийся на втором курсе института. Образование я получал общеэкономическое, но в качестве места работы выбрал банк. На тот момент банки казались самыми продвинутыми экономическими субъектами, в которых происходили самые интересные сделки, процессы, где можно было чему-то улучшиться новому. В качестве конкретного подразделения я выбрал мое кредитное подразделение, в том числе по совету отца, который считал, что кредитное подразделение – это сердце работы банка, что в нем можно научиться очень многим вещам, которые находятся на стыке разных отраслей, не только банковской промышленности торговли. И это действительно оказалось так. Начинал я работать стажером в банке «Российский кредит». В 1999 году перешел на работу в «Никойл», который впоследствии стал в ходе череды воплощений банком «Ролзип». Занимал разные должности – начальником отделом, начальником управления, прокурателем департамента. Занимался как непосредственным кредитованием, так и проектным финансированием, инновационным кредитованием. В 2004 году начал проект по созданию лизинговой кампании в рамках финансовой корпорации «Ролзип». Достаточно новое в этот момент было направление деятельности лизинга, и также по прошлой стране, тогда, как и сейчас. В 2003 году был генеральным директором лизинговой кампании, строил, создавал, развивался эти продукты. В 2007 году сместил свой фокус, фокус своей профессиональной деятельности в успеховых инвестициях. Чем, собственно говоря, занимаюсь сейчас, являясь руководителем Московского офиса компании DIY Management. Я так понимаю, Вы начали работать в довольно раннем возрасте. Скажите, что заставило Вас это сделать? Ну, наверное, как и каждого студента, который начинает работать в первую очередь, это желание зарабатывать свои собственные деньги, становиться независимым, соанализовываться. Но уже в процессе работы я понял, что, на самом деле, сама по себе работа, если это та работа, которую ты любишь, которая тебе нравится, она может приносить очень большое удовольствие, если она по себе является уже целью. А как Вам кажется, спустя столько времени, это было правильным решением или все-таки нужно было сконцентрироваться на получении хорошего образования? На тот момент, мне кажется, это было правильным решением, потому что то образование, которое в рамках экономических дисциплин, финансовых дисциплин давалось в вузах, оно было в части каких-то прикладных моментов, все-таки еще недостаточно качественным. Ну, потому что был переходный период, страна только начинала осваивать правила жизни при рыночной экономике. Поэтому, действительно, если ты хотел чего-то научиться и понять, все-таки это в первую очередь можно было сделать работы где-то. Давайте вернемся к настоящему. На данный момент, как я уже сказала, Вы являетесь руководителем московского офиса фонда прямых инвестиций, DIY-менеджмент. Скажите, какова стратегия Вашего фонда? Да, фонд работает в рамках двух стратегических направлений инвестирования. Или, как правильно сказать, с точки зрения профессионального НК, мы отправляем двумя фондами прямых инвестиций. Первое направление, или первый фонд, в котором мы работаем, это инвестиции в гостиничную недвижимость. С этого направления, собственно говоря, и начинал с истории нашего фонда в 2006 году. В рамках этой стратегии мы инвестируем в гостиницы, начиная с двух-трехзвездочных отелей и заканчивая какими-то пятизвездочными люксовыми отелями на территории как России, так и стран Европы. Второе направление, или второй фонд, это фонд инвестирования в растущие предприятия малой и средней капитализации. В рамках этого фонда мы выбираем проекты, находящиеся на территории России и стран СНГ, но все-таки с приоритетом, с основным фокусом на российские предприятия и российские компании. Теперь ситуационный вопрос. Предположим, я руководитель предприятия, и моей отраслью интересуется фонд прямых инвестиций. Как я должен оформить соответствующую документацию, что обязать знать, прежде чем обращаться в фонд? Существуют ли какие-то нюансы, на которые руководство компании обращает внимание в первую очередь? В сфере фонд прямых инвестиций не существует каких-то жестко принятых списков документов или фонд документов. Но если вы ищете себе инвесторов, инвесторов в капитал, то вам стоит, в первую очередь, наверное, подготовить короткий документ, который на профессиональном слове называется тизер. Это документ на 2-3 страницы, в котором кратко раскрывается информация об истории вашей компании, о том, на каком рынке она работает, о принципах ее бизнес-модели, о планах компании по развитию на ближайшее и среднесрочное будущее. Также кратко сформулирована суть вашего инвестиционного предложения к инвестору. Такой документ обычно не содержится в конфетициальной информации, поэтому он рассылается в достаточно широкому кругу потенциальных инвесторов, чтобы понять, кто из них реально заинтересован в инвестировании вашей компании. Если такой интерес выявлен, то уже в ходе встречи стоит иметь какую-то более подробную информацию о себе, более подробную презентацию, раскрывающую все то, о чем я сказал. В дальнейшем, в ходе работы уже с фондом по структурированию сделку, по накачательному решению фонда, будет он инвестировать или нет в ваш проект, ключевым документом будет являться финансовая модель. Финансовая модель – это, по сути, план-прогноз на ближайшие годы, сделанный по годам, по кварталам, в разрезе общепринятых финансовых форм. Это подчиняет доходов и расходов, баланс, активы и пассивы, и вытекающие из этого подчиняет движение денежных средств. В процессе работы с фондом в рамках анализа вашего проекта, вашей компании, в направлении сделки могут возникать разные запросы, вы будете, скорее всего, передавать очень большое количество документов, ответов на запросы, справок и так далее, но это все индивидуально уже в рамках работы с каждым конкретным фондом. Скажите, какую роль при рассмотрении проекта имеет четкий стратегический план и наличие маркетинговой компании у проекта? На мой взгляд, стратегия – это ключевая вещь при рассмотрении вопросов о инвестировании и финансировании компании. И здесь дело не в каком-то формальном духе или формальном стратегии, а в том, что когда инициатор приходит к инициатор проекта, или владелец основной компании приходит в инвестиции к другому инвестору, чтобы получить инвестиции, он должен четко понимать и уметь рассказать и доказать о том, что представляет его бизнес-замысел. То есть, для кого он работает, для каких клиентов он работает, в чем смысл его предложения клиенту, его продукты, его услуги, что происходит на рынке, где он эту услугу предлагает, кто его конкурент на этом рынке, в чем конкурентные преимущества его продукта или услуги, как он эти преимущества этот продукт будет создавать, в чем являются узкие места в этой его бизнес-замоте, какие у него риски, как их нужно избегать. Все эти ответы, выраженные в цифрах предположений, являются основой, собственно говоря, той финансовой модели, о важности которой я говорил. Но без этих ответов и без этой логики финансовая модель – это достаточно пустой и недоказуемый документ, который сложно как будто воспринять и поверить с ним. А все эти ответы на эти вопросы, которые я называл, в моем понимании, по сути, есть стратегия. В какой бы формальный формат, извините за цифрологию, это не было обращено. А что касается маркетингового плана? Маркетинговый план – это, безусловно, тоже очень важный момент, показывающий, что компания не только имеет идею верхнего уровня, как и что сделать, но и имеет уже конкретный план, как она будет реализовать свою стратегию в части программы. Дмитрий, скажите, в случае заинтересованности фонда в финансировании проекта, какой необходим минимальный срок для подготовки всех документов и фактического перечисления денежных средств в компании? Ну, в этом, конечно, отношении инвестирование в акционерный капитал компании – это процесс более сложный, чем кредитование. Поэтому, конечно же, сроки достаточно значительные по сравнению, опять же, если сравнивать с оформлением кредитов банки. По нашей практике время от момента первого обращения и от момента перечисления денег занимает от двух-трех месяцев до полугода, чаще, конечно, от полугода. Хотя бывают какие-то задержки, но задержки чаще всего связаны с какими-то конкретными особенностями проекта, переговорного процесса, ситуации и так далее. Какие инвесторы работают на российском рынке на данный момент? Из каких они? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Если говорить о стратегии инвестирования в растущие предприятия, то, наверное, начну с компании «Агроальянс». Это компания, наши инвестиции в которую помогли стать на сегодняшний момент одним из лидеров рынка, в части переработки и фасовки риса групп «Болы». Другим, наверное, проектом, тоже, который стоит не знать, это инвестиции в компанию «Зыктывкар Теси Групп». Это лидер российского рынка по производству туалетной бумаги, салфеток и тому подобной продукции. С помощью наших инвестиций и кредитных средств сейчас строится вторая производственная площадка в Ярославской области. И скоро со всем она заработает, увеличив производство мощности этого предприятия, расширив продуктовую линейку. Если говорить о привлечении именно капитала, здесь, конечно, проще всего все-таки интернет-стартапов. Так как на этой поляне в России работает уже очень много фондов. Это как частные игроки, такие как Roman Capital, Russian Adventures, Fastlane и так далее. На самом деле найти список таких фондов не составит труда, набрав соответствующую поисковую строку в Гугле или в Яндексе. В других сферах экономики стартапы, конечно, сложнее. Я даже сходу не берусь назвать каких-то частных игроков, которые достаточно активны на этом поле. Но среди государственных фондов есть такие, которые поддерживают стартапы. Это и фонд Сколково, и РБК, и какие-то региональные фонды, достаточно активные здесь. Можно назвать, например, Печерный сомный фонд Республики Атарстан. А какие направления бизнеса Вы считаете наиболее перспективными? Мне кажется, здесь все должно исходить от инициатора проекта. Главное, чтобы у инициатора проекта была идея, как решить какую-то задачу или творить какую-то клиентскую потребность лучше и дешевле, чем это делают сейчас на рынке. И чтобы он верил в эту идею, четко понимал, как ее реализовать и имел упорство и терпение для достижения этой цели. Позвольте мне отвлечься на другие темы. Не сомнение, что Вы много работаете. Расскажите нам теперь, как Вы отдыхаете? Ну, наверное, как и все люди по-разному. Если говорить об отпуске, то я люблю море, горы. Стараюсь плывать и там, и там в течение года. За свой отыск. Если в Москве, то провожу время с семьей. Кожу в кино, на концерты, гуляю в парки, на роликах, на велосипеде. Ну, все то, что, наверное, делают все остальные встречи. А какими видами спорта Вы занимаетесь? Я играю в футбол с друзьями. Мне нравится делать каждую неделю. Играю в скворш. Сейчас это получается делать реже. Занимаюсь в шоу. Мы поговорили с Вами о прошлом, настоящем. Теперь немного о будущем. Как Вы видите свою карьеру через 10 лет? Хотели бы Вы иметь свой бизнес, если да, то в какой сфере? Да, наверное, я хотел бы, как и многие, иметь свой бизнес. Что касается сферы деятельности, мне на самом деле нравится то, чем я занимаюсь, и поэтому, наверное, свой бизнес я тоже вижу в инвестициях. Спасибо за обвязанное нам внимание. Напоследок хотелось бы услышать Ваше мнение о нашем коллективе, о нашей компании в целом. Мы немного о ней ознакомились перед интервью. Что Вы можете сказать? Мне кажется, очень интересная компания, интересная команда, интересная идея. Бизнес-идеи Вашей компании. Мне очень нравится, что в том числе Вы, одним из фокусов своего внимания видите, работал со стартап-проектами. Я так понимаю, то есть на это сфокусирован деятельность Вашей, партнерспортной площадке. Это очень интересно. Тема стартапов сейчас очень популярна. И даже я слышал такое сравнение, что стартапы сейчас сравнивают с движением 30-40 лет назад, как неким проявлением свободы, творчества, поиска себя для молодых людей. И очень хорошо, что Вы приносите в эту сферу свой профессионализм, свои возможности по информационному обмену, если брать Вашу информационную площадку. Что Вы считаете является нашим главным конкурентным преимуществом? Мне кажется, как я уже говорил, у Вас хорошая бизнес-модель, хорошая идея. Что должна воплотиться. Ну а так, самое главное, что у Вас есть вера в свои силы, энтузиазм, готовность работать. Спасибо, Дмитрий, за внимание. Мы рады сегодняшней встрече и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо Вам. До свидания. Продолжение следует...